Никакие преобразования, будь то социальные и даже экономические, не будут успешными и устойчивыми, если они не реализуются с участием гражданского общества и с привлечением социальных инвестиций, возвращаясь к нашей теме. И вот, если говорить, тут уже упоминали коллеги, что в широком смысле слова, что такое социальные инвестиции, это привлечение действительно любых ресурсов для решения той или иной социальной проблемы, развития территории, но обязательно с достижением эффекта, который хорошо бы посчитать заранее. Вот, Вадим Михайлович, Вы сказали, что мы будем поддерживать НКО, но если они работают в русле тех целей, которые ставятся для развития региона. Это правильно, но при этом хорошо бы еще, чтобы это можно было все посчитать заранее. Вот, возьмем фонд президентских грантов. Что такое сегодня вот эти вот гранты, о которых сейчас нам говорил Михаил Александрович, здорово, что растет количество грантов, получаемых организациями Курганской области, но это же тоже инвестиции в Курганскую область. То есть те дополнительные миллионы уже, вот нам сказали, 34 дополнительно миллиона привлечено из фонда президентских грантов на реализацию проектов Курганской области. А фонд президентских грантов не даст ни один грант, если не будет в заявке указано, какой социальный эффект ожидается достичь. И если в отчете не будет показано, как производится оценка этих достигнутых результатов, и есть ли социальный эффект. Вот это и есть социальная инвестиция.